Музыка Здравствуйте дорогие друзья, с вами Маракаси, вы смотрите передачу Шикарные позиции. И сегодня будет множество уникальных мест, которых еще не было. Итак, первая позиция находится на карте Монастырь в квадрате J1. Игрок получает за эту позицию 500 голды. В принципе он мог бы получить даже больше голды, но дело в том, что этот заезд уже многие игроки знают, его использовали. И просто игрок чуть улучшил эту позицию, забрался он чуть выше вот на эту горочку. Я честно говоря даже и не знал, что можно сюда залезть, но вот игрок спокойненько заехал на эту горку. И эта позиция дает еще больше преимуществ в бою, чем прошлое. Можно сказать, что это версия 2.0. И как вы можете видеть, тут можно обстреливать врагов, которые по первой линии проехали. И если они, например, перестреливаются с вашими союзниками, то вы сможете беспрепятственно наносить им урон в борт. Кроме того, вы простреливаете квадрат F2, где часто тоже подставляются враги. И если, скажем так, они отличены на союзников, что очень вероятно, потому что союзники там рядом всегда находятся с врагами в квадрате F2, то вы сможете, опять же, беспрепятственно настреливать отсюда урон, что очень даже полезно для команды. Естественно, позиция немножечко рискованная, так как тут может накинуть, скорее всего, артиллерия. И вообще, если вы будете подставляться, то, конечно, вас могут быстро продамажить и даже уничтожить. Но, кроме того, отсюда можно дефить свою базу и, вероятно, даже сбивать захват, если кто-то будет подсвечивать из союзников. В общем-то, очень даже интересная позиция, рекомендую вам ее попробуйте, особенно на легком танке самое то. Знаете, порой некоторые ребята меня очень сильно поражают. То есть, я много отбираю реплей, и мне присылают прямо тонны материалов одного и то же. Только не обижайтесь, ребята, ну, честно, многие позиции повторяются. Конечно, я их в выпуске не включаю, потому что это то же самое. Но бывают такие люди, которые просто обладают нереальной волей к победе или просто с какими-то невероятными эксклюзивными знаниями в этой области. И они, самое интересное, готовы поделиться этими знаниями с нами. И спасибо таким людям. И вот как раз вот этот вот игрок на Ру-251, он присылал много хороших позиций, за что я награждаю его голдой. За эту позицию я решил дать ему тысячу голды и забраться сюда, в принципе, ну не так уж и просто. Вы можете видеть, что даже в начале игрок, так скажем, не смог залезть с первого раза. Он застрял и упал вниз, но со второй попытки все-таки забрался сюда. И это опытный игрок, он, то есть, собаку съел на занятии шикарных позиций и знает все наизусть. А новичок в этом деле, он с трудом сюда заберется, если только ему повезет. И поэтому, друзья, тренируйтесь в тренировочной комнате, пробуйте там, и когда у вас будет получаться, уже используйте в обычном рандоме позиции. Это позволит вам гораздо эффективнее применять позиции. Вы наверняка спросите, а зачем вообще нужно сюда заезжать? А смысл, на самом деле, весьма прост. Кто-то скажет, что можно встать вот на эти балкончики и оттуда простреливать. Да, оттуда, с балкончиков вы сможете простреливать монастырь, то есть, если враги туда будут забираться. Но с этой позиции вы можете простреливать гораздо больше. Как вы можете видеть, можно стрелять по врагам, которые едут к вашей базе. Можно обстреливать некоторых врагов, которые суетятся рядом с вражеской базой. И можно также простреливать врагов, которые заезжают на монастырь. Ну и вообще, окрестности хорошо простреливаются отсюда. И поэтому, если вам нужна снайперская позиция, откуда будет видно большую часть карты, то это место идеально для этого подходит. Если бои проходят с близкой дистанции, то, конечно, лучше сюда не ехать, как мне кажется, потому что вы будете светиться и вас очень быстро разберут. Ну, в общем, позиция очень необычная, интересная и в некоторых случаях даже полезная, если вы правильно ее примените в боях. Дальше у нас идет любопытная позиция на карте Перевал в квадрате К5. Игрок получает за нее 500 голды. И я рекомендую вам брать быстрый танк для этой позиции с хорошими УВН. Забраться сюда, в принципе, несложно на шустром танке, например, как в этом бою на МХС-CDC. А хороший УВН потребуется вам для того, чтобы комфортнее стрелять по врагам, так как рельеф местности на данной позиции очень даже неровный. Но позиция стоящая, и она действительно очень даже эффективная. Как вы можете видеть, АМХ-CDC без проблем быстро занял данное место. И отсюда вы сможете обстреливать врагов, которые находятся примерно в квадрате J2. Не всегда, конечно, врагов видно, но если они высовываются, подставляются, то вы сможете нанести им урон. Кроме того, вы частично простреливаете воду и квадрат Е4, Е3 примерно. Ну и можно также простреливать врагов, которые приехали по мосту. Ну или они едут по мосту, то есть мост тоже сам простреливается. Ну и в общем можно настреливать тут довольно много урона. Всегда найдутся враги, по которым вы сможете вести стрельбу. Кроме того, если вас вдруг засветили, вы можете спрятаться за рельефом местности. Очень даже шустро. На этой позиции много растительности, поэтому засветить вас тут будет не так-то и просто. Хотя расстояние до врагов, конечно, незначительное и при выстреле могут они, конечно, вас обнаружить. Но все же кусты это тоже плюс данной позиции. Ну и в целом место любопытное. Вот вы можете видеть, игрок обстреливает 32-ку, которая тут по мосту едет. Ну обычно, конечно, враги не останавливаются на мосту, но если вдруг остановятся, то вы сможете настреливать по ним урон. В общем, место отпадное. Рекомендую его вам, друзья. Попробуйте на быстром танке. Я думаю, будет очень даже эффективно занять данную позицию. Также большим плюсом данной позиции является то, что вы сможете обстреливать врагов, которые пытаются пробраться на вашу базу в центре. Ну или просто высовывают свой нос и подсвечивают. Ну, в общем, как вы можете видеть, позиция действительно хорошая. Игрок настрелил отсюда много урона и уничтожил много танков. Так что все наглядно видно и понятно. Я думаю, что позиция хорошая. Знаете, часто меня спрашивают, а почему я показываю такие сложно занимаемые позиции? И почему нету что-то простого для тяжелых танков, для легких? Ну и я стараюсь исправляться и показываю позиции разноплановые. И вот, например, вот такая вот интересная позиция на карте Тундра. Это, казалось бы, очень простая позиция, но лично я в рандоме почти никого никогда тут не вижу. И это странно, потому что, посмотрев этот бой, я понял, что позиция действительно хорошая для легкого танка или для маленькой незаметной БТСа. Да, вот как вы можете видеть, игрок просто встал за большое количество растительности, отъехал на 15 метров от этого всего и просто обстреливает врагов, которые светятся впереди. И при этом сам он, конечно, не светится, лампочка у него не загорается, но если бы его враги видели, они бы уже давным-давно бы его убили. Ну а так он беспрепятственно расстреливает врагов, даже не волнуется ни о чем. И несмотря на то, что вот эта вот ЛТ-шка была очень близко, она все равно игрока не засветила. Так что место замечательное. Ну и, друзья, конечно, отправляйте свои позиции по ссылочке в описании, в мою группу ВКонтакте, в специальные обсуждения. И буду рад каждой позиции, рассмотрю ее. Ну и за лучшие позиции вы можете получить хорошие голдовые призы. Спасибо за просмотр, до скорых встреч, пока!